Мы хотим поработать, посмотреть, насколько этот продукт похож на продукт массового рынка или это продукт нишевый, как его лучше распространять, кто, собственно, те люди, которым этот продукт нужен, поскольку этот продукт новый, он новый не только для России, но новый в мире. Это, соответственно, высокий скоростной интернет в тех местах, где нет режима. То есть это такой довольно уникальный продукт, во многом мы тут уже непонятно, с кем конкурируем, возможно, мы конкурируем уже с космической связью больше, чем с традиционной. Мы выше, где, так понимаю, меньше надо. Надо меньше выше, соответственно, за счет этого есть возможность в экономически разумном порядке прийти в те регионы, куда стандартные сети не приходят, поскольку стандартные сети вокруг вышки радиус 3 километра у нас 30 километров, то есть в 10 раз больше. И плюс это тема для сельской местности, в том числе есть очень интересная тема для крупных городов, это подвалы, это какие-то толстые стены, потому что это тоже сигнал на низкой частоте, он гораздо проще через все эти препятствия проходит. И когда можно ожидать решения о том, что плот удался? Я думаю, как минимум мы полгода посмотрим, после этого будем принимать решения относительно раскатки этой технологии по всей стране. Очень важно, что мы в том числе рассматриваем, что это будет не только интернет, но и голос. Это первая тема, вторая тема. Поэтому мы идем активно в сегменты больших корпораций, в сегменты государственных структур, прежде всего правоохранительных структур. Считаем, что на этих частотах с этим продуктом можно создать продукт, который нужен этим пользователям. Это, во-первых, защищенная связь, во-вторых, скорости, которые позволяют передавать видео в реальном времени и, соответственно, обеспечить нормальные виды коммуникации в том числе. Как на уровне смартфонов, так и на уровне цифровых раций.